ВОЗ США объявляют войну коронавирусу. Всемирная организация здравоохранения ВОЗ наконец объявила эпидемию коронавируса пандемией, то есть эпидемией, охватившей всю планету. На данный момент инфицированные вирусом обнаружены в 109 странах. Следует иметь в виду, что болезнь распространяется очень быстро и что количество стран, охваченных пандемией, наверняка будет стремительно расти. Коронавирус онлайн. Распространение и количество умерших от коронавируса можно посмотреть на карте, которая есть в интернете. И вы ахнете, когда увидите, какое количество людей и сколько стран охвачены этим вирусом. Власти этих государств борются с болезнью. На мой взгляд, нет. Но говорят, что борются. Значит, будем верить, что борются с болезнью власти всех стран. Естественно, интересно посмотреть, как намерено бороться с коронавирусом правительство первой по экономике страны планеты. Это Соединенные Штаты. И вот, что сказал Дональд Трамп на днях. Мы применим всю мощь федерального правительства и частного сектора для защиты американцев, заявил Дональд Трамп, обращаясь к нации в овальном кабинете Белого дома. Это будет самая агрессивная и всеохватывающая борьба с болезнью в современной истории. Наиболее громко прозвучало объявление Дональдом Трампом о 30-дневном закрытии Америки для европейцев из 20 стран Шенгенской зоны. В черный список не входят Великобритания, там не болеют. Не входят Ирландия, Хорватия, Болгария, Румыния, Сербия, Босния, Герцоговина, Черногория, Албания, Косово, Северная Македония, Молдова, Беларусь, Украина. Здесь коронавирус не пройдет. Здесь ему поставили психологический, моральный, я не знаю, какой еще могли запрет поставить, но они здесь не болеют. Люди этих стран не болеют. Так что Дональд Трампом разрешил приезжать в страну, а вот из Шенгенской зоны нет. А может быть это политика, друзья? Может быть это не болезнь, а именно политика? А под болезнь ведь можно закрыть просто страны. Госдеп тем временем настоятельно советует американцам воздержаться от поездок за границу. Особое внимание в своем выступлении президент Трамп уделил экономике. Для поддержки бизнеса он предложит временно отменить налог на зарплату. Какой молодец, налог на зарплату. А Россия так куда же смотрит? Ведь она же подчеркется у Соединенных Штатов. Почему же Россия не отменяет налогов? Однако эта сильная действующая мера не нашла понимания у законодателей. Президент Трамп также распорядился, чтобы Министерство финансов временно не брало налоги с больных коронавирусом. Ну какой чуткий, замечательный президент. Законодатели хотят ограничиться финансовой помощью конкретным компаниям, больше других страдающим от коронавируса. В первую очередь это касается тур сектора. В предложенном демократами законопроекте по борьбе с COVID-19, это коронавирус, предлагается оказать финансовую и иную помощь авиалиниям, гостиничным компаниям, туроператам и так далее. Демократы предлагают ввести трехнедельные оплачиваемые больничные для инфицированных, страхование безработицы, помощь при покупке продуктов и многое другое. Особое внимание уделяется тестам на коронавирус, которых в США, похоже, не хватает. Программа борьбы с коронавирусом демократической партии оценивается в 8,3 миллиарда долларов. Представляете, как выгодно было вбросить этот корону без вируса или вирус без короны? 8,3 миллиарда долларов. Голосование по законопроекту пройдет в палате представителей в четверг, 12 марта, то есть оно уже прошло. Сегодня идет, вернее, у нас с вами разница во времени. Перед тем, как конгрессмены уйдут на 10-дневные каникулы, а почему это они уходят на каникулы? Конгрессмены им, что, по какому поводу и причине дали каникулы? Законопроект наверняка в Нижней палате, где у демократов большинство, будет принят. Однако в Сенате, где перевес у республиканцев, у него вполне могут возникнуть проблемы. Между тем, медлить нельзя. На 12 марта в США от коронавируса скончались 31 человек. При этом до дна еще очень далеко, утверждают специалисты. Они также считают, что вакцина от COVID-19 появится не раньше, чем через год. Нет, она появится раньше, и уже Билл Гейтс занялся этой вакциной. Она будет стоить, друзья, курс лечения тысячу долларов. Вы можете себе представить? А это будет 10 миллионов вакцин. Нужно будет сделать, как они подсчитали. Но это сколько миллиардов долларов, друзья? Я даже не могу подсчитать, сколько заработает Билл Гейтс на этих вакцинах. Вот как хорошо объявить какую-то пандемию, которая не существует. Народ ведь сам по себе тоже умирает. 37 человек от чего умерло, мы не знаем. Однако же в условиях, когда власть по всему миру находится в турбулентности, и кто-то кого-то пытается нагреть в этой власти, и кто-то от кого-то избавляется, то нужно, чтобы страны были закрыты. Под это дело не пролезет ни какая-то армия к тебе в страну. Под это дело ты можешь ввести свою армию, как делают Соединенные Штаты. Сейчас вводят в Италию 20 тысяч солдат НАТО. Войдет туда с танками, вооруженные. Ну, конечно, оккупируют страну, закроют ее. Но почему-то не у себя на территории, а в Италии. Вроде как у Италии не хватает средств закрыть свою страну самим без помощи Соединенных Штатов. Ну, такой Трамп, знаете, заботливый. Он заботится о том, чтобы у всех все было хорошо, чтобы во всем мире пандемия не ходила. Поэтому он вводит войска в одном месте, отдает приказания и начинает действовать в другом месте. Так что вообще Трамп, конечно, молодец. Он, знаете как, он такой заботящийся отец нации. Ну, на этом, конечно, все не останавливается на таких действиях Трампа. И вот мы уже видим один заголовок, который на одном портале был. Заголовок звучал так. Пожавший руку Трампу политик признался в контакте с больным коронавирусом. Ну, это, наверное, какие-то шутки. Может быть, шутки над Трампом. Может быть, еще что-то. Ну, потому что он так активно борется. А борется за что? Наверное, за деньги. В субботу 7 февраля в Вашингтоне у одного из гостей конференции консервативных политических действий в штате Мэриленд, которую посетил президент США Дональд Трамп, подтвердили коронавирус. Об этом сообщили американские СМИ. А вот позже глава Союза американских консерваторов Мэтт Шлаб признался, что до того, как вышел на сцену с президентом США Дональдом Трампом на конференции и пожал ему руку, он имел краткий контакт с человеком, у которого впоследствии был обнаружен коронавирус. Сейчас зараженный находится на карантине в штате Нью-Джерси. «У меня с ним был очень короткий контакт», – сказал Шлаб в воскресенье 8 марта в эфире телеканала Fox News. По его словам, сам тот человек не посещал мероприятие, когда там выступал Трамп. Сам Трамп после сообщения о присутствии зараженного на митинге заявил, что его совершенно не беспокоит эта ситуация, и он не планирует отменять встречи с избирателями. Но у них же там выборы, встречи с избирателями. Как они проведут? Ведь это же нужно собирать огромные толпы народу в каждом городе. Вот этот форум, о котором я говорила, да, где Трамп встречался с человеком, который перед ним встречался с человеком, с зараженным коронавирусом, так этот форум происходил с 26 по 29 февраля. В Форт-Вашингтоне, штат Мэриленд, на конференции тогда присутствовало 19 тысяч человек. Ну вот, 28 дней, период какой-то там созревания, или через две недели, или через 28 дней, во всяком случае будем следить мы за событиями и смотреть на Дональда Трампа очень внимательно, поскольку мы же знаем его как политика, которая якобы благоволит нашему российскому Кремлю. Так поэтому мы должны смотреть за Трампом, как он себя чувствует. Не дай бог заболеет. Надеемся, что нет. И теперь ведь политики могут травить друг друга и под это дело говорить, что они заболели коронавирусом. Ведь сейчас под этот коронавирус можно столько травануть народу, можно от такого количества избавиться. Причем все будут все понимать. Но как водится в нашем мире, ложь превыше всего. И поэтому все будут лгать и говорить, что это коронавирус. И так вот и будет такое количество смертей неугодных, неугодных власти людей, которые умрут без короны, с вирусом. Я Таня Карацуба, Сигитбургхан.